Доброго времени суток, вы на канале LessHardGames, с вами Бабкин. Сегодня мы будем обучаться спешл-атакам комбо Фредди Крюгера. Грубо говоря, это последний туториал, если не считать Кратоса. Когда его портанут, это неизвестно когда и будет ли это, тогда еще потом и на Кратоса сделаю. Так, ну что, давайте начнем, выставим полную энергию и начнем рассматривать спешл-атаки. Давайте мы начнем с перчаток. Назад-вперед 4. То есть просто пускаем перчатку с лезвиями 7%. Достаточно быстро он пускает ее. Можно, видите, быстро пускать это все дело. С энергией 12% две перчатки. Вниз-назад 4. Называется, по-моему, Фредди Фингерс. Да? Сейчас посмотрим. Да. Пальцы Фредди, в общем. То есть с лоу атака, что-то похоже, как Кун Лау пускает шапку, да, по низу. Так же самое вот Фредди делает пальчиками. А 9% хочу подметить, что если подсечка, то есть 7%, то этот скилл, он на 9% дэмажит. И с энергией 13%. Даже больше, чем по верху. То есть неплохо, неплохо. То есть можно вообще сдалека контролить персонажа. Как раз нуб попался, он тоже сдалека может контролить персонажа. Дальше. Давайте посмотрим, что тут. Sweet Dreams. Вниз-перед 3. 1% забирает. И на какую-то долю секунды, ну там секунду, да, противник, то есть в стане стоит, можно подойти. Ну вот, допустим, если выставить блок на авто, да, сейчас противник будет блок ставить, видите. Сейчас мы его усыпим. Можно там камбушечку какую-то сделать. И с энергией 6%. То есть, в принципе, если вас противник бьет, вы можете с энергией сделать, скорее всего, он вам атаку не собьет, и вы его в стан поставите. Это как вариант. Дальше. Dream Shift это что-то типа телепорта, как у Смоука, да, вот видите. То есть можно, допустим, летит сетка или какая-то магия, можно ее, то есть преодолеть и нанести какую-то там комбо, удары, в общем, контр-атаку. Это понятно. Ну и с энергией, как видите, он немножко дальше, то есть телепортируется. Видите? То есть вниз-назад 2. Это назад телепорт, вниз-вперед 2, это вперед. Достаточно быстро это он все делает. И, по-моему, остались только перчатки, когда он бьет в пол, да, или нет? Sweet Dreams, так, Freddy Fingers. Да. Ну, собственно, смотрим. Вниз-назад 1, то есть ближняя атака. Когтями с-под земли. Лезвиями. Я даже не знаю, как это назвать. Перчаткой, в общем. То есть ближняя, вниз-назад 1, средняя, вниз-вперед 1, и дальняя, вниз-назад-вперед 1. Каждая перчатка бьет по 6%. Естественно, если вы там, допустим, вот так вот сделаете, сейчас вам покажу. Видите, два раза, то есть я сделал, получится 10%. Также можно, как у Шан Цунга, допустим, он пускает, помните, эти огни, типа, черепа. То есть сначала ближнюю, потом дальнюю, да, можно и так вот 3 раза набивать. Так же самое можно и с перчатками, допустим. Ближняя, потом, видите, средняя и дальняя. То есть... Ну вот, я дальнюю сделал, но оно не зацепило. Опять не зацепило, но... То есть нужно потренироваться, и все будет тип-топ. Вот, достал. 13%. Также можно делать с энергией. С энергией, с энергией вы просто делаете, смотрите, без разницы, или вниз, вперед, один, или вниз, назад. То есть, что... С энергией, то есть, без разницы, как вы сделаете, почти... Ну, то есть, вы хоть будете стоять, я не знаю, в конце карты, вы просто делаете вниз, вперед, один с энергией, и он бьет в конец экрана, то есть. Дальше хочу подметить, что после того, как вы сделаете с энергией, противник встанет, видите, он не сразу блок ставит. То есть он отходит, видите, секундочку где-то. То есть он не ставит блок. Он где-то, ну, через секунду сможет только поставить. То есть вы, допустим, можете там, опа, там подойти, ударить, сделать какую-то комбу, и это очень круто. Вот, как минимум, вот это вот. То есть, можно, допустим, также делать, смотрите, делаем среднюю, подбегаем и опять бьем. Можно, допустим, так, и потом еще большую сделать. Ну, допустим. Вот так вот. И можно еще где нас ударить, там будет на процентов, ну, 18, наверное. Или 20, точно не помню. То есть это понятно, разобрали. Давайте перейдем к комбо. Есть такая у него штука, как Nightmare Stance. То есть стойка кошмара, я так понял, да? Вниз назад 3 она делается. Вот она. Чтобы просто ее убрать, можно также опять нажать тройку еще раз. То есть вниз назад 3, стойка, опять тройка, он вытягивает лезвие с пола. Также можно, смотрите, сразу что сделать. Пустим, встали в стойку. Вниз вперед один. Видите, то есть можно обмануть игрока. Можно сделать телепорт. То есть стойка, телепорт. То есть это понятно. Чтобы, допустим, не стали в стойку, а потом там, ну, что-то, я не знаю, делали, нажимали. То есть лучше всего ли телепорт, или там, допустим, ударили, да? Можно пустить, допустим, да? Я сделал. То есть это отличная штука. Также, смотрите, как она бьет. То есть единица, это апперкот. То есть стали. Достаточно он далеко бьет, как видите. То есть чуть-чуть ближе расстояния прыжка. Ну, то есть вы должны встать так, чтобы он... Вот, расстояние прыжка, да? И почти достал. То есть достаточно хорошо достает. То есть первая единичка, это апперкот. После этого мы можем, ну, допустим, вот так вот пустить, да? Десять процентов. Опять стойка. Нажимаем четверку, удар поверх. То есть если противник сидит, по идее, в блоке, то мы ему... Пробьем блок, по идее. Давайте проверим. Да, видите? То есть он... Что это он делает? Ты что-то там включил или что? Да. Вот, мы стали, да, он сидит в блоке. Мы ему его пробиваем. То есть удар сверху идет. И... И последняя атака, то есть... Это двойка. Делает подножку. То есть это очень удобно, если вы, ну, противник очень часто телепортируется к вам. Причем, ну, возьмем, допустим, Рейдена, да? Он телепортируется без нанесения урона. Или, допустим, там еще какой-то персонаж, который телепортируется без нанесения урона. Вы видите, что он телепортируется, резко стоите в стойку, допустим, и там как-то бьете. Допустим, подножку, да? Он не будет ожидать. То есть вы с этой стойки можете или по верху, или по низу дать. То есть как вам угодно. Это понятно. То есть это отличная штука. Окей. Разобрали стойку. Теперь давайте... Перейдем к комбо. Три единицы. Ну, бестолковая комбо. Можете не пользоваться ею вообще. Оно не нужно. Назад 1-4-4. Опять же, бестолковая комбо. Можете не пользоваться. Назад 1-4. Вверх 1. Отличная комбо. Как видите, он противника подбрасывает вверх. Как минимум можно дать апперкот. 21%. Очень легко все делается. Также хочу подметить, что... Желательно все комбы, которые я вам буду показывать, делать с прыжка. То есть вот так вот. То есть вы прыгаете. Уже 24%. То есть желательно прыгать. Прыгать и потом делать комбушечку. Это понятно, да? То есть это запоминаем. Потом вам покажу, что можно сделать и тому подобное. 4-4 вместе 1-4. Неплохое комбо. Можете пользоваться, можете не пользоваться. Я им практически не пользуюсь. Дэмэдж тут средний, то есть 15%. В отличие от 1-1-1 или назад 1-4-4. Там по 12-11 дэмэджа, да? Или по сколько? Или там вообще 9 было. То есть тут уже 15. Тут уже можно влепить более-менее что-то нормальное. Но опять же я им не пользуюсь. Есть хорошее комбо, как вниз-вниз, говорю. Назад 1-4, вверх 1. То, что я вам только что показал. Дальше. Вперед 4, 1-назад 2. Вот такое вот комбо. Опять же бестолковое. Куча комбинаций и нету дэмэджа. Дальше. Вперед 4, 1-3. Супер комбо. Самый больше наносит. И просто оно легко делается. Вы в тупую зажимаете вперед. И жмете 3-4-1. Вот такое вот комбо. 17%. Да, это самая сильная комбо у него. Как видите, да? Можно там после этого комбо чекануть с под земли. 21%. Опять же вы можете прыгнуть. Прыгнуть. Так почему-то оно не засчитало. Вот 24%. Неплохо, неплохо, да? Отличное комбо. Вперед 3-4-1. Запоминаем его. Назад. 4-3. Если честно, я этим комбо не пользуюсь. Очень-очень редко. Оно само как-то получается бывает. Также хочу подметить, что вот этот вот удар сверху. Он, по-моему, пробивает нижний блок. Могу ошибаться. Да, он пробивает нижний блок, как видите. То есть, если противник сидит, можно сделать это комбо. Допустим, там сразу ему пустить, чтобы он попа не терся в пол, не сидел в блоке и тому подобное. То есть, неплохое, в принципе, комбо, а можно использовать. Знаете, ну, в основном использовать лучше, когда противник сидит в блоке. Дальше. 2-2. Просто 2-2. А есть, по-моему, еще два вариации удар ног такого плана. То есть, 2-2 советую не делать. Советую делать назад, по-моему, 2-2. Если я не ошибаюсь. Назад 2-2, да. Бьет, опять же, на 11%, но первый удар идет low. Если тут мы бьем просто 2-2, он бьет 2 high, то тут идет удар low. Опять же, можно там ударить, да, что-то сделать. Как вариант. Это понятно. То есть, это лучше запомнить, потому что там будет комбо начинаться от нее. И вообще отлично, когда первый удар low. И... Подождите. А, я неправильный комбо, да, сказал? Ладно, вернемся сейчас. Вперед 3-2 давайте. Ну, в принципе, хочу сказать, что... Смотрите. После этих ударов комп сразу делает блок. То есть, смотрите. Видите? То есть, вы потом уже будете в блок лупить. То есть, противник успеет после этих ударов сделать. Даже если вы, допустим, сделаете сразу там перчаточку. Ну, допустим. Видите? То есть, перчаточка уже идет в блок. Ну, плюс этой атаки то, что она очень быстрая. То есть, можно, в принципе, как-то там ударить. Но особо на эту комбу рассчитывать не надо. И мы ей пользоваться не будем. Пропустил я комбу вперед 4-1-3. Вот такая вот комба. Или не пропустил? А нет, не пропустил. Бестолковая комба. Или пропустил. Не важно. Вот я ее показал. Она бестолковая. Последняя комба. Это вперед 3-4-1. Я вам ее уже показал. Вот. Она хорошая. То есть, ее запомнить нужно. Окей. Ну, то есть, я вам показывал, да, что после нее можно вот так вот сделать и с прыжка тоже начать. Это понятно. Ну, и теперь давайте рассмотрим такие хорошие комбо, которые можно сделать. Итак, вспоминаем, вспоминаем то, что я говорил, можно прыгать, да, и бить сразу. То есть, начинаем мы с комбо назад 1, 4, вверх 1. То есть, вот это комбо. Сразу можно дать апперкот. Если вы не хотите геморроя, можете дать апперкот. Если вы хотите больше нанести, тогда делаем по-другому. То есть, знаете, что можно прыгнуть? Нанести урон. Давайте я вам покажу без прыжка, что можно сделать. Что можно сделать? Делаем два раза комбо. Назад 1, 4, вверх 1. Как видите, не получилось, потому что я мало подождал. Нужно, чтобы противник чуть-чуть ниже упал. И пускаем потом перчаточку. 23% естественно, если вы сделаете с прыжком, будет 27%. Так, возле стены это плохо все. Так, я не понял. Не то. Опять ран опустил. Вот, 27%. Это если с прыжком. То есть, хотите, можете делать прыжок. Хотите, не делайте. То есть, на ваше усмотрение. Там на 3-4% будет больше всегда. Следующее комбо, что мы можем сделать. Можем сделать, опять же, это да. То есть, назад 1, 4, вверх 1. И потом ловим на вперед 3, 4. То есть, зажимаем просто вперед. И жмем 3, 4, 1. И потом вниз, вперед 1. То есть, смешиваем две комбо в одну. Кстати, тоже хочу подметить. Противник должен достаточно хорошо упасть. А то, видите, последний удар вы просто не достаете. Видите? То есть, он должен хорошо упасть. Да, что такое? Вот, и еще я должен был перчаточкой добить. Ну, та, что в пол бьется. Сейчас я это сделаю. Так, не то. Опять не получилось. Ну, что ж такое. Не то делаю. Ну вот, я сделал, но оно не достало. Ну, точнее, он как-то так падает, что просто не достает. Можно там сделать с энергией, он 100% то есть достанет. Не так. Видите, то есть, делаю обыкновенное, и оно не достает. 27% это если с прыжком, да, я сделал. Можно сделать с энергией, там, ну, 30 с чем-то, я думаю, нанесем. Что ж без энергии-то? Нажал же жблок там. Ну, два раза даже нажал, ничего не получилось. Давайте еще раз. Промазал. Не то, не то, не то начал делать. Ну, что-то не попал он сделал, но не попал. Это все возле стенки, то, что я встал. Рана. Да что такое? Да. 28% и удар где-то сверху 3-4%, то есть 31-32% будет. Дальше, как мы можем еще поступить? Можем, опять же, начать с этого. Назад 1. Назад 1, 4, вверх 1. Естественно, можем перед этим прыгнуть. Что, в общем, делаем? Два раза набиваем одно и то же комбо. То есть, назад 1, 4, вверх 1, да, два раза делаем это. Потом выпускаем когти. Что я только что сделал и что нужно было сделать? То есть, два раза комбо, потом делаем когти с энергией. Тут же прыгаем, бьем джамп-панч. И тут же делаем комбо. Вперед 3-4-1. И потом еще можем словить на когти. Все это должно получиться около 40%, а то и больше. Засчитала как 30 с чем-то и 22, да. Но хочу подметить, что вот когда вы прыгаете и бьете, там вот, когда противник вот встанет, я его так бью, он может успеть сделать блок. Поэтому желательно прыгать, когда вы на таком расстоянии вперед-перед два и сразу прыгнуть. То есть, вы немножко быстрее прыгнете, чем просто прыгнете. То есть, вот так вот прыгаете, бьете и тут же сразу комбо делаете. И там выйдет где-то на 40, ну, 45, может, процентов. Где-то так. Ну вот, если у меня два комбо, да, получилось, оно посчитало как 31, по-моему, или 32. И 20 с чем-то. То есть, 50 я процентов урона нанес. То есть, поняли, что нужно делать. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Это какая-то три комбо, да, я показал или нет? Вроде как, начало, вы поняли, да, то есть... То есть, можно два раза это повторить или же перейти на три и потом ударить. Давайте начнем теперь комбо с... Назад, 2-2. Назад, 2-2. Делаем перчатку с энергией, то есть, под земли, чтобы она вылезла. И тут же подбегаем и делаем назад, 1, 4, вверх, 1. И потом сразу вперед, 3, 4, 1. И потом еще средние кофти. То есть, примерно как это должно выглядеть. Сейчас я специально блок выставлю на авто, чтобы вы видели, когда персонаж сможет поставить блок. То есть, видите, он блок сейчас будет делать. Итак, давайте начнем. Видите, я не задел, но 29% я уже сделал. Еще раз делаем. Не то немножко, но уже 32%. 36%. Это я последнюю сделал с энергией. Если вы сделаете без энергии, ну, выйдет 34%. То есть, неплохая комбо. И начинается она с лоу удара. То есть, назад, 2-2. Потом с энергией когти с под земли делаем. Лезвие, да? Потом делаем дашь. Где-то мы примерно... Вот тут будем. И нажимаем назад 1, 4, вверх 1. И потом ловим на вперед 3, 4, 1. И заканчиваем вниз, вперед 1. Вот тут я первый удар промазал. Последний промазал. Опять что-то промазал. Ну вот, там будет 34% если без энергии делать. И-и-и. Вроде как все, но вы можете экспериментировать. То есть, сами, да, что-то делать. То есть, там, ваш стиль игры подобрать. Как вы, что вы будете делать. Это понятно. Возможно, вы какие-то другие будете комбо делать. И тому подобное. И давайте я вам покажу. Икс-рей. Желательно делать с прыжка. То есть, удар. Вообще, все комбы практически желательно делать с прыжка. Что делаем? Делаем с прыжка. Потом вперед 3, 4, 1. И икс-рей. 45%. Неплохо, неплохо. Если, естественно, вы сделаете без прыжка. Будет, ну, 40%, наверное, процентов. Или, может, 42%. Ну, давайте без прыжка сделаем. 42%. То есть. Желательно, конечно, все комбы делать с прыжка. Так, это понятно. Давайте теперь посмотрим. Фаталити. Фредди Крюгер. Рейден. Итак. Первое фаталити делается с любого расстояния, кроме чем вплотную. Ну, вот видите, если... Вот. Даже вплотную можно сделать, но... Что-то оно как-то не сразу. Ну, да не важно. С любого расстояния. Назад-вперед. Вниз-вниз один. Такой кровавый гейзер, да? И фаталити 2, она, по-моему, делается на расстоянии... На расстоянии удара, подсечки. Ой, не то. Так, стейч фаталити делается вперед-вниз-вниз-вниз-два, естественно, вблизи. Фаталити 2 вниз-вверх, вперед-назад 8, то есть блок на расстоянии подсечки пишется. Ну, то есть на расстоянии удара. Вниз-вверх, назад-вперед. Точнее, вперед-назад. Зажимаем блок, вниз-вверх, вперед-назад блок. А вот и печка. Неплохая, кстати, фаталити. Так, и на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочка вы увидите в описании. Пишите свои комментарии и не забывайте ставить пальцы вверх. Также хотел сказать, что... Обязательно вступайте в группу, потому что скоро будет проводиться конкурс на ключики к играм. Такие как Dead Space, Dead Space 3. Не помню еще, по-моему, Медалев Хонор. Самая последняя. В общем, там у меня есть 6 игр. И... Я точно не помню, какие там еще названия. Но, в общем, игры стоящие. Поэтому вступайте, скоро будет конкурс. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok